Семья. Именно с нее начинается жизнь человека. Именно здесь происходит познание любви и уважения, радости и добра. Именно здесь складываются традиции и передаются с поколения в поколение. И не случайно Всероссийский праздник, День Семьи, Любви и Верности, отмечается 8 июля, в День памяти святых супругов Петра и Февронии Моринских, покровителей христианского брака. Святые Петра и Феврония – идеал супружеской любви. Благодаря их удивительному житию, воспевающему союз любви и мудрый брак, они стали известны всему миру. Они жили долго и счастливо, и умерли в один день, сказано именно об этой супружеской паре. Повесть о Петре и Февронии Моринских была любимым чтением русских людей, царей и крестьян. А сейчас это произведение называют журчужиной древнерусской литературой. Создатель повести Ермолай Еразов, современник Ивана Грозного. Ермолай получил поручение от московского митрополита Макария написать о муромских святых Петре и Февронии, которые действительно правили в Мурме и умерли в 1228 году в один день. Произведение было написано после их канонизации в середине XVI века. Чем же прославились эти святые и почему же они идеал любви и верности? Давайте познакомимся с повестью Петре и Февронии Муромских «Ермолая Еразовна». Есть в земле российский город, называемый Муром. В нем, как рассказывают правила, князь по имени Павел. И вот случилось так, что дьявол, исконний ненавидящий род человеческий, вселился в летающего змея и стал прилетать к жене князя. Жене князя Павла он являлся в виде змея. Всем же остальным представлялось, что сам князь сидит с женой своей. Жена не утаила от мужа, что случилось с ней, и рассказала ему все. Князь задумался. Не знаю, что и сделать со змеем, как убить его. Выспроси у него, от чего ему суждена смерть. Когда тот злой змей опять прилетел к жене, она стала истеть ему и с почтением спросила. Ты много знаешь. Знаешь ли кончину свою? Какова она будет? И от чего? Добрый обман верной жены обманул лукавого обманщика. И ненароком он открыл ей свою тайну. Смерть мне суждена от Петрова плеча, от Агрикова меча. Жена поведала мужу, что сказал ей змей. Князь же недумевал, что значит от Петрова плеча, от Агрикова меча. У князя Павла был брат по имени Петр, и князь рассказал ему все. Князь Петр, услышав, что змей назвал его имя, начал думать, как поубить его. Но его смущало, что он не знал, где же раздобыть Агриков меч. Была же вне города церковь по сдвижению. Пришел в нее князь Петр помолиться и явился ему отрок, сказавший. Княжа, я покажу тебе Агриков меч, иди за мной. И показал ему скважню в алтарной стене между керамидами, а в ней лежал меч. Доблестный князь Петр взял меч и с того дня искал подходящего момента, чтобы убить змей. Каждый день Петр ходил к брату своему и снохе проведывать их. Случилось ему прийти в покой брата своего, а от него в покой снохе. У нее он увидел брата своего, от которого только что вышел. Поняв канырста лукавого змея, он, желая твердо убедиться, пошел к брату и спросил его, выходил ли тот из покоя своих. Но брат ответил, что не выходил, и у жены своей не было. Тогда князь Петр сказал, Никуда не выходи из покоя своих, я иду сразиться с лукавым змеем. И, взяв в Агриков меч, пошел в покой к снохе. Там увидел он змея, видом подобного брату. Но Петр, твердо, устоверившись, что это не брат, ударил его мечом. И змей обратился в свой естественный вид и пал мертвым в судорогах, забрызгав князя Петра своей кровью. От этой вражьей крови тело Петра покрылось трупьями и язвами. И напала на него тяжелая болезнь. И стал он искать врачей, но ни один не мог ему помочь. Прослышав, что в Рязанской земле много врачей, князь Петр повелел везти себя туда. Сам же он не мог сидеть на коне от своей тяжелой болезни. Когда его привезли в Рязанскую землю, он послал своих приближенных искать врачей. Юноша слугарива заехал в село Ласково. Подъехал к воротам одного дома, во дворе не видит никого. Он пошел в дом, нет никого, кто бы его услышал. Вошел в горницу и увидел чудное зрелище. Сидит девица одна, ткет полотно, а перед ней заяц скачет. И сказала девица, плохо дому без ушей, а горница без очей. Юноша не понял ее слов и спросил, где же хозяин этого дома? Она же ему в ответ, Отец мой и мать ушли плакать займы. Брат же мой пошел через ноги смотреть смерти в глаза. Юноша снова не понял ее речей, только делился, видя и слышит такие чудеса. И сказал, Пошел я к тебе, и Вера тебя заработает, и заяца скачуща перед тобой, и слышу странные слова, и не пойму, что ты говоришь. И чего же ты не понимаешь? Ты пришел в дом и в горницу мою вошел, и увидел меня сидящий в простом платье. А если бы был во дворе пёс, он почуял бы тебя и залаял пёс уши дома. А если бы в моей горнице было дитё, увидела бы она тебя и сказала мне, дитё отче дома. А отец и мать пошли на похороны, и там плачут. А когда за ними смерть придет, другие будут плакать над ними, ибо это плач займы. Я говорил тебе о брате. Отец мой и брат – револазы, и в лесу они собирают в деревьях дикий мёд. Брат же мой нынче пошел на свое дело. Полез высоко на дерево и через ноги смотрит на землю, как бы не сорваться с высоты и не разбиться насмерть. Потому я и сказала, что он через ноги на смерть смотрит. И юноша сказал ей, «Вижу ты, дева мудрая, скажи мне имя своё. Меня зовут Феврония, а я слуга муромского князя Петра. Князь тяжело болен, весь покрыт язвами, откровився репу летающего змея, которого убил своей рукой. У себя он не нашел, кто бы излечил его, потому велел привезти себя сюда. Слышал он, что здесь врачи много. Мы не знаем, где их искать». «Тот сможет его излечить, кто потребует князя твоего себе», сказала девица. Юноша спроси, «Что же ты такое говоришь, потребует себе? Если кто излечит князя, он того богато одарит. Скажи мне имя врача, кто он и где живет. Прилети князя с твоего суда. Если будет добросердечен и невысокомерен, то будет здоров». Юноша скоро возвратился к своему князю и поведал ему все подробно, что видел и слышал от девицы. Петр велел вести себя к ней. Привезли его в отпор. Он послал слуг своих спросить, кто же врач, который может излечить его, и обещал его богато одарить. Дельца же из обедняков отвечала, «Я врач, но дорог мне не надо. Мое слово таково. Если не буду его супругой, нечего мне лечить его». Князь же Петр пренебрег ее словами, подумав, «Как князю взять жены, дочь древолаза?» А сам послал к ней сказать, «Пусть лечит. Если же излечит, возьму ее в жены». Когда ей сказали слова князя, она взяла маленький сосудец, зачеркнула хлебные закваски, дунул на нее и сказала, «Истопите своему князю баню, и пусть помажет этой мазью свои струбки и язвы, но один струб пусть оставит, и будет здоров». Князь велел издопить баню и желая испытать, так ли мудра девица, как сказал юноша-слуга, послал ей пучок льна и сказал, «Сия девица хочет, чтобы я взяла ее в жены ради мудрости ее. Если мудра, то пусть, пока я мой с баней, сделает из этого пучка льна мне сорочку, боты и полотенце». Девица же, услышав слова князя, велела слуге, «Полезай на печь и сними поленце». Он подал ей поленце, а она, отмерив пять, сказала, «Отсяки вот столько от поленца». Когда же слуга сделал, как она повелела, Феврония сказала, «Возьми чурочку, дай ее князю и скажи, пока я лен очешу, пусть твой князь приготовит мне из этой чурочки станок и все снаряжение, чтобы я могла соткать ему полотно». Слуга принес князю чурочку и передал ему слова Февронии. А князь же сказал, «Иди и скажи, девица, что невозможно сделать станок из такой чурочки в столь короткий срок». Слуга вернулся к Февронии и передал ей слова князя. Феврония же отвечала, «А разве можно в такой короткий срок из такого малого пучка льна соткать взрослому мужчине сорочку, порты и полотенце?» Слуга снова пошел к князю и сказал ему ответ Февронии. Он же удивился ее мудрости. Помылся Петр в бане, помазал язвы и струбе мазью, что дала ему Феврония. Только один струб, как она ему велела, оставил непомазанную. Вышел он из бани и наутро увидел, что все тело здорово и гладко. Только остался тот струб, что он непомазан. И дивился князь своему скорому исцелению. Но не захотел взять Февронию Джоны из-за ее низкого рода и послал ей дары. Она же их не приняла. Поехал князь Петр в свою отчину в город Муру и был совсем здоров. Но от непомазанного струба с первого же дня стали расходиться струбе на теле его. И вскоре он вновь покрылся язвами. Снова поехал князь Февронии за исцелением. Приехав к ее дому, со стыдом послал к ней посла, прося излечить его. Феврония же немало не гнева и сказала, если будет мне супругом, будет исцелен. Тогда он дал ей твердое слово, что возьмет ее в жены. Она же опять дала ему ту же мать и сделала все, как я писал раньше. Князь вскоре выстребил и взял ее в жены. Так Феврония стала княгиней. Прибыли они в отчину свою в город Муру и жили благочестиво и правильно. Вскоре скончался брат Павел, о котором речь была прежде, и князь Петр стал самодержцем в городе Муроми. Бояре муромские не взлюбили Февронию из-за навета своих жен, ибо те не хотели, чтобы государыня над ними была неродовитая. И стали не наговаривать на нее князю. Она за столом не умеет сидеть, а перед тем, как встать, собирается стола крошки, как голодные. Князь Петр захотел проверить свою княгиню и повелел Февронии обедать с ним за одним столом. Когда кончилась трапеза, она собрала в руки крохи по своему обыкновению. Князь Петр взял ее за руку, разжал ей пальцы и увидел на ее ладони не крошки, а зерна благовонного ладона. С того дня он больше ее не испытывал. Через некоторое время пришли к нему бояре в ярости и говорили, «Мы хотим служить тебе по правде, как нашему самодержцу, но мы не хотим, чтобы княгиня Феврония была государами над нашими женами. Если хочешь быть самодержцем, найди себе другую княгиню, а Феврония пусть возьмет себе богатство всякого и куда хочет идет». Блаженный князь Петр никогда не впадал в гнев и спокойно ответил, «Скажите о том Февронии и послушаем, что она скажет». Нистовы же бояре, потеряв всякий стыд, устроили пир, а когда кмирели, начали, как псы лайте, говорить, «Госпожа княгиня Феврония, весь город и бояре говорят тебе, дай нам то, чего мы у тебя просим». И она ответила, «Возьмите, что просите». И они все в один голос закричали, «Мы, госпожа, все хотим к князю Петра, пусть будет самодержца над нами». «Наши жены не хотят, чтобы ты была госпожой над ними, возьми богатство и иди куда хочешь». Феврония ответила, «Обещала вам, что получите то, что просите, дайте же и мне то, что я попрошу у вас я». Они же злодеи обрадовались, не ведая будущее своего, и клятвенно обещали ей беспрекословно дать то, что она просит. И она сказала, «Ничего не прошу себе, только супруга моего, князя Петра». «Если сам захочет, мы спорить не будем», ответили боярин. Дьявол он подсказал, «Если не будет князя Петра, то поставят они себе другого князя». И каждый боярин в уме своем хотел стать самодержцем. Блаженный князь Петр не мог оставить жену свою ради княжения и решил покинуть Мурму. Злочестивые бояре приготовили им суда на реке, ибо над Мурмом течет река, называемая Акар, и поплыли они вниз по реке. Когда пришел вечер, пристально не в берег, князь же Петр начал думать, что будет дальше. Сам для своей воли отказался от княжения. Княгинь же Феврония по некой ему мысли сказала, «Не скорби, князь, милостивый Бог не оставит нас нужды». Когда готовили ужин, повар срубил ветки и повесил на них котлы. После ужина Феврония ходила по берегу и, увидев срубленные ветки, благословил их и сказала, «Пусть вырастут из них наутро высокие деревья с ветвями и листьями». Так и сбылось. Ставь утром, нашли, что те ветки стали большими деревьями. Когда слуги стали складывать поживки в суда, чтобы плыть дальше, пришли, ведь Можи из Мурмы и сказали, «Господин и княжи, мы пришли к тебе от всех вельмож и от своего города. Не оставь нас сирами, возвращайся в отечество свое. Многие вельможи в городе друг друга перебили, ибо каждый хотел стать самодержцем, и все от меча погибли. Оставшиеся в живых все мы, хоть и прогневили тебя, молим тебя и твою княгиню, не оставляйте нас рабов своих, хотим вас и любим, и просим». Вернулись в Мурм князь Петр и княгине Феврония, и княжей в ограде тон, как чудолюбивый отец и мать. Принимали странников, насыщали голодных, подевали нищих, избавляли несчастных от напасти. Когда же подошел комитет к жизни, они стали молить Бога, чтобы им приставиться в один час, и повелели вытесать из одного большого камня единый гроб с преградой посредине, и завещали положить тела оттого врага. Сами же в одно время облачились в вынческие одежды и приняли монашество. Князь Петр был наречен Давидом о княгине Февронии Ефросинии. Феврония, нареченная Ефросинией, вышивала для соборного храма Богородица воздух, вокруг ля чаши с ликами святых. Блаженный же князь Петр, нареченный Давидом, прислал к ней сказать, «Сестра Ефросиния, душа Маля уже хочет покинуть тело, но жду тебя, дабы вместе отойти». Она же в ответ, «Подожди, господин, дошлю я покров святой церкви». Он вторично посылает к ней, «Еще недолго могу ждать тебя». И третий раз послал к ней, «Уже час мой настал, не могу больше ждать тебя». Она же заканчивала воздух, только у одного святого не вышла реза. Хочев вышивать лицо, вонкнула в покров иглу и обмотала вокруг нее нитку, которая шила, и послала к блаженному Петру, нареченному Давиду, о том, что она готова представиться вместе с ним. Поводившись, предали оба вместе чистые свои души в руки Божьи месяца июня в 25-й день. После их представления захотели люди похоронить Петра внутри города, в соборную церковь при чистой Богородице, а февронию в них города, в женском монастыре, в церкви воздвижение. И сделали им отдельные гробы и положили их в рост. Общий же гроб, который они повелевали истесать из единого камня, остался стоять пустым в соборной церкви внутри города. Наутро люди увидели, что их гробы пусты, а тела их обретаются внутри города, в соборной церкви, в едином гробе, который они повелели на себя истесать. Неразумные люди, которые при жизни хотели их разлучить, не захотели оставить их вместе после их представления. Они снова переложили их в отдельные гробы и опять разнесли по разным местам. И снова наутро обрели их в едином гробе, уже больше не осмеливаясь прикоснуться к святым их телам и положили их в едином гробе, как они сами повелели в соборной церкви Рождества Пресвятой Богородицы внутри града. И лежат они там на просвещении и на спасении града и по сей день. Вот вы и узнали историю Петра и Февронии Мунских. Главный ее завет в первом послании апостола Павла Коринфяна. Любовь долготерпит, милосердствует. Любовь не завидует, любовь не превозносится, не гордится, не бесчинствует, не ищет своего, не раздражается, не мыслит зла, не радуется неправде, а зарадуется истине. Все покрывает, всему верит, всего надеется, все переносит. Любовь никогда не перестает. Семья очень высоко ценится в православной религии, где основной устой это любовь между мужем и женой, родителем и детьми. Супружество в христианстве рассматривается как обет взаимной любви и верности, который хранится в течение всей жизни. Муж обязан жену свою любить как собственное тело, извинять ей недостатки и облегчать ее немощи. Жена обязана повиноваться мужу своему, как главе семейства, пребывать к нему в любви, почтении и неограниченном послушании. Дорогие друзья, поздравляю вас с днем семьи, любви и верности. Никогда не забывайте, как много значит для вас семья. Дарите друг другу любовь, доброту и внимание. Всегда держитесь вместе, цените и уважайте своих близких. Не забывайте о духовной пище и читайте добрые книги. Редактор субтитров Корректор А.Егорова